Власти КНР предложили ускорить зеленую трансформацию. Китайские банки вводят для клиентов углеродные щита. Очистка водоемов в провинции Фудзянь превратила их в рай для туристов. Китайско-казахстанскую границу пересекает все больше путешественников. Эммануэль Макрон поздравил спортсменов КНР с достижениями на Олимпиаде. Передвижная телестанция медиакорпорации Китая завершила работу в Париже. Олимпийские игры повысили популярность немассовых видов спортов КНР. В провинции Юйнань растет популяция диких слонов. Ускорить зеленую трансформацию социально-экономического развития. Центральный комитет Компартии Китая и Госсовет КНР представили план достижения этой цели. Согласно документу, к 2035 году необходимо сформировать систему низкоуглеродного развития, которая охватит всю экономику страны. Отдельно в стратегии упоминаются районы Гуандун, Гонконг, Макао и дельта реки Янзы. В этой части страны сосредоточились зеленые отрасли, электромобилестроение, чистая энергетика и многие другие. Здесь хорошо развита производственная база. А плюсы экспортно-ориентированной экономики очевидны. Мы должны продолжать ускорять развитие экологически чистых и низкоуглеродных промышленных кластеров. Для достижения зеленых целей власти предлагают сделать ставку на технологии искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений и интернета вещей. Инновации должны прийти в энергетику, промышленность, транспорт, строительство и сельское хозяйство. Не менее важной целью станет зеленая трансформация и модернизация традиционных отраслей промышленности. Поездка на автобусе вместо автомобиля сокращает выбросы углерода и дает 5 зеленых баллов. Еще 5 начисляют за зарядку электрокара. Счета с такой эковалютой открывают для своих клиентов китайские банки. Накопленными на них баллами можно оплачивать покупки. Банк Сидик первым запустил такую услугу два года назад. Мы постоянно совершенствуем работу личных углеродных счетов. Чтобы копить баллы, существует 13 разных способов, которые учитывают низкоуглеродное потребление. Например, на пользу окружающей среде идет онлайн-покупка билетов в кино или зарядка электромобиля. Программа набирает обороты. Уже открыто более 15 миллионов таких учетных записей, а совокупное сокращение выбросов углерода превысило 90 тысяч тонн. В прошлом году клиенты банка использовали накопленные зеленые баллы более 11 миллионов раз. Банк Сидик намерен продолжать работу в этом направлении и таким образом продвигать экологически ответственный образ жизни. На территории города Фуджоу в провинции Фудзянь протекает около 140 рек общей протяженностью почти 300 километров. Регион считают одним из рекордсменов Китая по количеству и разнообразию водоемов, но еще недавно они были сильно загрязнены. Все начало меняться 8 лет назад, когда здесь запустили комплексный проект по очистке рек и озер. Собирать пробы и круглосуточно отслеживать качество воды помогает новейшее оборудование. С помощью системы водный патруль на базе искусственного интеллекта мы собираем данные с тысяч датчиков. Это дает возможность оперативно принимать конкретные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды на том или ином участке. Свежие данные доступны не только в центре принятия решений, но и на экране возле набережной. На экране можно увидеть уровень концентрации в воде ионов водорода, содержание растворенного кислорода, температуру поверхности и другие показатели. Так мы повышаем информированность горожан об охране окружающей среды. Как только проблема обнаружена, ее устраняют люди или машины. Беспилотный очиститель может выловить из воды до 50 килограммов отходов за одну смену. Благодаря высокотехнологичным устройствам когда-то сильно загрязненные водоемы превратились в местную достопримечательность и стали привлекать туристов. Опыт Фуджоу в деле возрождения водоемов уже взяли на заметку власти 14 китайских провинций. КПП Харгос на границе Китая и Казахстана становится все более оживленным местом. Он регулярно бьет собственные рекорды по количеству путешественников с тех пор, как в конце прошлого года страны ввели взаимный безвизовый режим. Это мой второй визит в КНР. Я очень хочу посмотреть на ее небоскребы. И конечно попробовать вкусную китайскую кухню. Мне она очень нравится. Как открылся Китай уже несколько раз езжу. Мне нравится в Китае. Очень красиво, хорошо. Люди такие гостеприимные. Ну я вообще люблю Китай. Всегда езжу, часто езжу. 2024 объявили годом казахстанского туризма в КНР. Местное правительство координирует работу таможни и пограничных инспекций, чтобы справиться с большим потоком людей в Харгосе. Мы внимательно следим за распределением инспекторов, чтобы туристические группы беспрепятственно проходили границу в периоды пиковой нагрузки. Это позволяет сократить время ожидания. С начала августа через КПП Харгос ежедневно въезжают и выезжают в среднем 3700 человек. Рекордное количество – 4100 в день. По официальным данным, с января границу здесь пересекли 750 тысяч путешественников. Это на 115% больше, чем за тот же период прошлого года. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил спортсменов КНР с выдающимися результатами на Олимпийских играх в Париже. Он отметил, что Китай много лет вкладывал ресурсы в развитие спорта и стал в этой сфере одной из ведущих стран мира. Успехи Китая в настольном теннисе, плавании и многих других видах спорта доказывают, что страна способна готовить атлетов высшего уровня и вдохновлять людей. Макрон напомнил и об успехе пекинских Олимпийских игр, которые стали примером международного спортивного сотрудничества. «Недавно председатель КНР Си Цзиньпин приезжал во Францию, и мы вспомнили о наследии Олимпиады в Пекине. Она сыграла важную роль, в том числе потому, что во время ее проведения соблюдалось настоящее Олимпийское перемирие». Французский президент поблагодарил руководство Китая за стремление добиться перемирия во время игр и выразил уверенность, что Олимпиада действительно помогает сближению народов. Мобильная телевизионная станция медиакорпорации Китая с новейшим вещательным оборудованием отправилась обратно в Поднебесную. Этот комплекс получил название China Red. С его помощью организовали более 60 часов международного вещания в прямом эфире. Станция передавала соревнования по легкой атлетике и церемонию закрытия Олимпиады в сверхвысоком разрешении 8К Ultra HD. Это первый случай в истории летних игр, когда применили такой формат трансляции. А в КНР спортивные соревнования показывали в формате 4К с трехмерным звуком. Колонна красных фургонов медиакорпорации Китая выехала из Пекина 18 мая и прибыла к парижскому стадиону Stade de France 16 июля. Специалисты из КНР провели в столице Франции 27 дней. Медиакорпорация Китая использовала ведущие мировые технологии телевещания. Ее работу по достоинству оценили президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент Олимпийского комитета Франции Давид Лопартьян и глава Оргкомитета прошедшей Олимпиады Тони Эстанге. Прошедшая Олимпиада вызвала в Китае очередной подъем интереса к физкультуре. Все больше поклонников становится даже у не слишком популярных видов спорта, таких как стрельба из лука, скалолазание и серфинг. Этому способствует и рост числа специально оборудованных помещений. Чтобы оседлать волну, жителям Поднебесной не обязательно отправляться на берег океана. Заняться серфингом можно и в бассейне, где создает волнение современная техника. В 2020 году серфинг включили в олимпийские виды спорта и с тех пор он набирает популярность. Летние игры в Париже еще сильнее подогрели этот интерес, когда Ян Ци Ци стала первой в стране серфингисткой на соревнованиях такого уровня. Надеюсь, что все больше людей станут следовать ее примеру. Интерес к немассовым спортивным дисциплинам ярко подтверждают цифры. В первом полугодии продажи шлемов для скалолазания выросли в Китае на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем, а продажи костюмов для серфинга – почти в шесть раз. Растет и число мероприятий, посвященных нишевым видам спорта. В городе Суйфэнхэ провинции Хэйлунзян недавно прошли международные соревнования по стрельбе из лука в рамках 8-й китайско-российской спортивной конференции. В них приняли участие 260 спортсменов, в том числе 27 из России и 8 из Монголии. В индивидуальном отборочном турнире мне посчастливилось выступать вместе с китайским чемпионом по стрельбе из лука. Я сильно нервничал, но это был захватывающий опыт. Растущий интерес к таким дисциплинам в Китае хорошо сказывается не только на здоровье населения. Эксперты утверждают, что спортивные увлечения стимулируют потребление, а значит и экономику всей страны. Три года назад в телеэфире и интернете прославилось стадо слонов, которое неожиданно решило отправиться в турне по Китаю. Животные прошли сотни километров из заповедников провинции Юньнань и наделали немало шума в окрестных деревнях, а потом также внезапно завершили свое путешествие и вернулись обратно домой. За семьей четвероногих туристов до сих пор пристально наблюдают в Центре защиты и контроля азиатских слонов. Специалисты контролируют благополучие сухопутных гигантов в дикой природе, а еще следят, чтобы слоны не задумали преподнести новый сюрприз. Если они вновь решат навестить людей, местных жителей предупредят заранее. Слоны, за которыми мы сегодня наблюдали, обычно выходят из леса в 5 или 6 часов вечера, чтобы покормиться, и возвращаются около 6-7 утра. Летом и осенью они часто бродят вблизи деревень. Благодаря усилиям специалистов, популяция диких слонов в провинции Юньнань продолжает расти. Здесь спасли уже более 20 животных, которые угодили в естественные ловушки или были ранены. В начале этого года центр впервые попытался выпустить одного из таких слонов в дикую природу после двух лет лечения. Эксперты внимательно следят за его адаптацией. Для наблюдения за животным мы используем дроны и инфракрасные камеры. Сейчас слон чувствует себя хорошо. По словам экспертов, в мире становится все меньше лесов, где могут обитать дикие животные. Поэтому людям необходимо объединить усилия для их защиты. Опыт Китая в этой области будет полезен и за рубежом. Ведь КНР – одна из немногих стран, где популяция диких слонов растет в том числе благодаря систематическим усилиям властей. Сейчас провинции Юньнань готовятся к созданию нового заповедника. В нем намерены обеспечить лучшие условия для обитания крупнейших наземных животных, чтобы им больше не хотелось уходить на поиски счастья в другие места.